У нас на вторую. Повторное оформление документов, предварительный анамнез и мягкий, почти незаметный укол. Два похода в поликлинику вместо температуры и тяжелых последствий ковида. Большинство людей давно поняли, единственный вариант справиться с пандемией – два компонента одной вакцины. Я позвонил, мне назначили через день. Я пришел, в течение 40 минут провел все процедуры, отдохнул и уехал. Через 21 день, вот практически, позвонил предварительно, назначили время, приехал, сделали прививку и встречаюсь с вами. На вторую уже приходят более спокойные, уверенные в том, что она помогает, эта прививочка. Несколько человек приходили, приводили в пример, что сделали прививку и контактные были. Другие люди заболевают, они нет. То есть вакцина действует. Особенно востребована процедура среди самой хрупкой категории людей – 60+. Осознанно и безбоязненно доверяются отечественному препарату. В России около 330 тысяч людей серебряного возраста уже прошли вакцинацию. Не допускают до укола тех, у кого непереносимость компонентов лекарства, людей с обострением хронических недугов в период острого инфекционного заболевания. У нас дети в Самаре живут, и мы не ездим сейчас, и они тоже. Поэтому хочется мучать, видеть детей. Вот решили обезопасить. Несколько себя, сколько их. Кроме проведения вакцинации в поликлинике, мы проводим вакцинацию в организациях города при помощи выездных бригад. Для этого у нас существует сумка, термосумка, и вкладоэлементы, которые выкладываются в сумку, выкладываются вакцины, и мы можем вакцину довезти в любой пункт города и области. Все надежды на коллективный иммунитет. Чем больше привитых от коронавируса, тем меньше заболевших. В регионе активно ведется вакцинация, и уже привито более 47 тысяч человек. Несмотря на это, обязательным остаются маски при входе в здание термометрия и обработка рук. Маргарита Матюшинская, Валерий Клочков, репортер 73.